Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я хотел бы с вами поделиться первыми впечатлениями, пользуясь Xbox Series X почти неделю. Мне просто в последнее время очень много народу пишут в инсту, вконтакте, а что, да как, что ты думаешь, как тебе Xbox, и собственно поэтому я пишу это видео. Видеоролик будет интересный, поэтому советую его смотреть до конца. Сразу скажу, что это видео не детальный обзор, это лишь мое мнение, а мое впечатление от первоиспользования. Тот самый детальный обзор он выйдет позже, поскольку я хочу его сделать мега информативным, мега качественным, и, короче, мне нужно на него время. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также ловите промокодик на онлайн кинотеатр ОКО, который вы сможете использовать на своем Xbox. Если что, данный промокод сработает на всех профилях, где нет активной подписки, поэтому активируй и получай 60 дней подписки Optimum. А начнем с того, что когда я забирал свой Xbox Series X, я не представлял, что я получу столько эмоций от распаковки, от геймпада, от скорости работы. До этого момента я, по сути, понимал, что покупая Xbox Series, я покупаю тот же Xbox One, но только мощнее. И лично я не думал, что это меня реально все удивит. В первую очередь хочу сказать, что Xbox Series X это реально next-gen консоль. Но она воспринимается ей не за счет контента, как это было раньше в прошлых поколениях, а за счет своего вида, бесшумной скоростной работы, но также немножко, наверное, из-за обновленного геймпада. Абсолютно все эти элементы реально придали эффект вау. Сразу говорю, что мы все люди разные, и мои первые впечатления могут отличаться от ваших, но я говорю так, как я чувствовал. Если вдруг ваши впечатления очень похожи на мои, то лайкните этот видос, а если нет, то напишите об этом в комментариях. Первое, что очень понравилось, это, наверное, внешний вид консоли. Я всегда говорил, что дизайн консоли это последний критерий, на который нужно обращать внимание. Это так и есть, но не оценить и не получить от этого какое-то эстетическое удовольствие я просто не смог. Реально. Консоль оказалась в меру строгой и габаритной. Но больше понравилась, наверное, оптическая иллюзия в решетке. Смотря на нее под разным углом, складывается ощущение, что тут якобы есть подсветка. Кстати, многие так думали, но это не так, там нет подсветки, это опять же просто иллюзия. Несмотря на то, что Xbox Series X нам много раз показывали во всяких роликах, вживую он смотрится куда круче. Когда ты его распаковываешь и видишь его перед собой, ты чувствуешь только положительные эмоции. Единственный, пожалуй, минус во внешнем виде, так это то, что он немножко ляпается от рук. Это действительно так, но ты нашел для него место, протер и в принципе проблема исчезает. Ну, короче, не трогай, пятен не будет. Консоль не шумит от слова вообще. Она работает очень тихо, в первые дни она стояла рядом со мной, прям вот здесь я играл и стримил рядом с ней. Единственный звук, который от нее издается, так это при включении и тогда, когда работает дисковод. Но опять же, вот эти звуки я вам покажу в детальном обзоре, чтобы вы посмотрели, насколько это громко. В плане нагрузки она не шумит вообще, она, наверное, чуть больше нагревается, а шум остается прежде. Просто сравнивая с Xbox One, запуская какие-то тяжелые игры, он может, ну, просто невероятно громко шуметь, прям как самолет, прям вввв, на Xbox Series такого нет. Что касаемо геймпада, то в первые дни у меня была некая неопределенность. То он не нравилась, то не нравилась, то опять нравился, потом не нравился. Но после этого я решил, что им нужно попользоваться, поиграть долгое время, сравниться с старым геймпадом и тогда уже скомпоновать какое-то мнение о нем. В целом, если кратко, то он лучше, чем предыдущий, но не во всех планах. Несмотря на то, что для обычных пользователей тут будет очень мало изменений, мне, как игроку, который практически каждый день играл на геймпадах Xbox One, изменений очень много. Я их лично ощутил, но, наверное, простому игроку они покажутся незаметными. Поэтому я решил, что с обзором не буду торопиться, расскажу от и до, покажу, как работают кнопки, поговорю о крестовине. Короче, сделаю просто мега детальный обзор на данный геймпад, поэтому не пропустите и нажимайте на колокольчик. Что касаемо производительности и графики в играх, то я, наверное, не ощутил тех самых 12 тарафлотов. Про них очень много говорили, кто-то купил как раз-таки Xbox Series X ради мощи, но она мне, наверное, понравилась больше за счет скорости и функционала. Загрузки стали невероятно быстрые, дашборд не лагает, наконец-таки, и очень комфортно ощущается функция быстрого запуска игр. Ты прям, по сути, без каких-либо загрузок, ну, кроме, наверное, стартовой картинки, можешь просто продолжить играть в игру с того момента, с которого закончил. И это просто мгновенно происходит и придает эффект вау. В этой функции нету какой-то мега потребности, но каждый раз ты восхищаешься и говоришь, вау, как клево, вау, как быстро, реально. В плане игр в большей степени я заметил повышенное разрешение, большее количество кадров и быстрые загрузки. На моем канале мы очень часто понимали вопрос о том, что тарафлопсы не важны, что все-таки разница лишь в разрешении, в количестве кадров, и все зависит от оптимизации. В принципе, это так и получилось. Запустив гирю пятую, которая, кстати, получила улучшение под Xbox Series, по сравнению с фаткой, я особо не удивился. Я прекрасно понимаю, что в комментах найдутся люди, которые будут писать, что игра невероятно изменилась, разница как небо и земля, это совершенно другая игра, но объективно игра остается той же игрой. Разница, опять же, повторяюсь, заметна лишь в разрешении, которое, да, приятно смотрится, в количестве кадров, которое, да, оно повышенное, тоже классно, и в дальность прорисовки. Вы все знаете, что я в большей степени играю на Full HD, но я пробовал играть на 4К довольно-таки долго, и, в принципе, у меня мнение не поменялось. Плюс ко всему, когда ты играешь с дивана, ты к этому быстро привыкаешь, намного приятнее играть, и это я не спорю, но, опять же, какого-то next-gen ощущения ты из-за этого не чувствуешь, потому что, по сути, игры, они старые. В плане каких-то других отличий, по типу, там, спецэффектов, эффектов, что-то подобного, наверное, можно найти лишь в каких-то тестах, где есть зум, можно искать под лупой, и все это, наверное, похоже на найди 5 отличий, которые не так просто найти. И, опять же, понимаю, что за такие мысли я, наверное, могу словить мини-хейд, что я якобы слепой, не вижу разницы, но я здесь понял, что просто все зависит от человека, а именно от его восприятия. Как вы все знаете, у меня много знакомых, у которых есть Xbox, и у всех спрашивали, а как тебе разница, как тебе Xbox и тому подобное, потому что много кто купил Xbox Series. И, в принципе, по большему счету говорили, что это лучше, я тоже в этом не спорю, но вот какого-то next-gen эффекта вау и глобальной разницы увидели реально не все. Кто-то говорил, да, разница как небо и земля, ну а кто-то был полностью согласен с моим мнением, и, в принципе, с этого я сделал вывод, что все мы люди разные, и, опять же, у нас разные восприятия на этот счет. Ну, бесспорно, на Xbox Series X играть лучше, но по факту все-таки отличие касается больше, наверное, четкости картинки, а не графона, как многие пишут. Если что, разрешение графона это разные вещи. Да, есть игры, которые показывают больше отличий, чем другие, но это, наверное, за счет игры света и, наверное, из-за немножко трассировки лучей. Опять же, она есть не везде, и не ощущается, типа, вау, как круто, невероятный, это next-gen, нет, такого нет, и, если что, в Майнкрафте пока не подвезли трассировку лучей, она будет позже. И, по первому впечатлению, оптимизация под Xbox Series X, она не такая заметная. Кстати, много, кто имеет Xbox One X, сказали, что разница прямо очень минимальна. Но не заметил какую-то оптимизацию я, наверное, лишь в одной игре, а именно в колде. Тут я считаю, что ребята, которые делали новую колду, они реально офигели, потому что за кроссген издания, за то издание, которое оптимизировано под Xbox Series, они запросили на 10 баксов больше. Хотя разницы мы с Виджилом вообще не заметили и сравнивали данные версии с консолями Xbox One. Короче, мы вообще не поняли, за что мы переплатили 10 баксов, но сложилось такое впечатление, что лишь за возможность играть 120 FPS, но, к сожалению, эти 120 FPS не включатся без нормального телевизора или монитора, поэтому их попробовать пока не смогли. А так, в принципе, если делать с этого какой-то мини-вывод, то скажу так, что отличие от консолей Xbox One зависит, наверное, от оптимизации той или иной игры. В тех играх, которые я посмотрел, разницу, по сути, мне разница больше всех именно понравилась в Fortnite, и там она больше заметнее, чем в других играх. Но, опять же, повторю, что вот эта вот оптимизация больше все-таки зависит от игры и от тех или иных технологий, которые добавились. Пример в том же Watch Dogs Legion, я пока его не опробовал, но я думаю, что там отличия будут видны чуть больше, чем в той же Forze или Geary. Если же говорить в целом о консоли, то, наверное, она очень клевая. Очень приятно пользоваться, все быстро, не лагает, и тот самый минус, о котором говорили все, в том числе я, и именно отсутствие стартовой линейки эксклюзивов, он как-то закрылся эмоционально. Да, несомненно, фигово, что они не успели выпустить Halo, но лично я прохожу новые игры, например, ту же Колду, играю в старые с улучшенной картинкой, и, в принципе, вот эта вот проблема пока не кажется глобальной. То есть, когда ты купил консоль и играешь в то, что у тебя есть, в принципе, ну, опять же, проблема не ощущается. Да и вообще, это проблема временная, поскольку мы знаем, что студии работают, и надеюсь, что уже в скором времени команда Xbox нам предоставит все проекты, которые делают их студии, и когда они выйдут, консоль станет еще круче. И, пожалуй, это все, о чем я хотел поговорить, что касаемо первых впечатлений. Что касаемо стоит ли брать консоль сейчас, как она гудит, как работают, какие минусы, то об этом я хотел бы поговорить уже в следующих видеороликах, поэтому не пропустите и нажимайте на колокольчик. Поэтому, как-то так, обязательно пишите свое впечатление о консоли Xbox Series X в комментариях, и, если вам понравился видеоролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok